всем добрый день на канале вязание танки линей зимок сегодня мне очень простой очень простой жилет связан узором который повторяется в каждом ряду узор галочки обвязала более темной пряжей горловину и поясок еще сделаю более темный вот а пока решила связать жилет одним полотном то есть мы начинаем вязание полотном 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 сделали вырез и опять полотно по бокам ничего не сшито это у нас такая форма жилета то здесь у нас будет все регулировать поясочек вот на осень такой теплый плотный жилет абсолютно безразмерная то есть можно связать пошире можно связать поуже такой вот такая вот идея простая подумала быть почему бы нет предлагаю посмотреть как моя идея воплотилась жизнь фотографии есть на в одноклассиках вконтакте в телеграме а сегодня я предлагаю посмотреть как я вязала основу этого жилета а на следующем видео мастер-классе свяжем к нему кружевной поясочек красивой сегодня мы с вами будем вязать жилет у меня крючок 275 простая такая ниточка обязательно начинаем как всегда с колечек мне нравится такая форма один два три четыре легко запомнить в первую петельку мы столбик с накидом вяжем и получаем вот такое колечко раз два три четыре в первую воздушную петельку мы делаем столбик с одним накидом вот наше колечко и еще вяжем раз два три четыре наша задача набрать таких колечек какое-то количество но не по объему или обхвату бедер а только половинку потому что жилет у нас будет связан из половинки вот набираем столько сколько надо потом набрали вы большое количество потом что мы делаем смотрите мы переходим в колечко и вяжем галочку что такое галочка раз два три и еще один столбик еще один столбик с одним накидом теперь между колечками то же самое вяжем столбик с накидом 1 и столбик с накидом 2 то есть наша задача и в колечко и между колечек провязать колечко вяжем столбик раз и еще то есть у нас вот такая галочка должна получится вот она видно да хорошо идем дальше опять между колечками вяжем один и два теперь в само колечко столбик с накидом 1 и 2 в принципе можно в самое начало может быть даже со в самой вот такой вот саму начальную петельку провязать галочку 12 но есть это надо делать конечно и в самом начале в самом конце вот теперь хочу показать как мы поворачиваем вязание у нас же будет поворотные ряды туда и обратно не по кругу вот наша галочка разворачиваем вязание в центр галочки соединительный столбик делаем и провязываем 2 воздушные петельки и в центр галочки столбик с одним накидом и дальше столбик с накидом просто в галочку мы с вами вяжем два столбика с одним накидом в центре галочки в центр следующий тут главное не перепутать не между а именно в галочку для того чтобы узор сложился вот таким планом вот такой простой узор то есть жилет будем вязать очень простым узором он во первых плотный вот во вторых он красиво хорошо смотрится я вязала таким узором очень много вещей и мне кажется что достойны нашего внимания вот так вот получается вот такое полотно то есть наша задача набрать колечек равные половинки вот так соединительным столбиком и переходим половинки жилета и вяжем два столбика опять два столбика с одним накидом и все время вяжем вот так вот два столбика с одним накидом вяжем до прям самого выреза горловины у нас проймы не будет потому что у нас ровное полотно туда и обратно просто до выреза горловины и там уже немножечко я покажу как я ее сделаю а вязанию такое простое предлагаю попробовать полотно интересно получается я связала очень простым узором полотно 45 сантиметров вязала 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 и вот теперь так как у нас прям нет а вы листа у нас есть я решила связать вырез горловины впереди хотя и вначале кто следил за сам началом его вязание я думал что это мне будет спинка но так как у нас разницы особой нет вывязывать горловину удобнее все-таки сначала впереди а потом на спинке то я решила поменять концепцию и мы сначала свяжем перед нашего жилета а уже потом чтобы у нас не было шва уже потом свяжем спинку ну в принципе вообще никакого различия нет что у меня за маркеры самый центр я отметилась центре я оставила раз два три 4 5 6 7 галочек 7 галочек и еще маркеры поставил то есть от центральных маркер центре мы ничего вязать не будем от центральных маркеров до следующих маркеров мы будем делать уменьшение то есть мы вяжем пока только одну сторону правую допустим или левую каким образом мы будем делать уменьшение смотрите вот мы вяжем галочки последняя галочка перед маркером мы вяжем галочку и в центре галочки столбик вот у нас три воздушные петли с одним накидом вот теперь поворачиваем вязание и провязываем вот там где мы уже вот соединились вот здесь провязываем галочку столбик с накидом столбик с накидом и дальше дальше позор то есть мы из двух вот из двух столбиков сделали один такое вот движение у нас у бабочная галочку то есть два столбика мы привязали и вяжем дальше следующем ряду мы точно также из галочки из двух столбиков сделаем один столбик и постепенно постепенно до маркера вот этого будем таким образом все время делать вырез горловины провязали туда и обратно и вот смотрите мы опять в этом же месте уже у нас скос небольшой и как мы провязываем точно так же мы провязываем галочку еще разочек и вот у нас тоже галочка как бы мы там берем только один столбик так еще раз записываем мы привязали я проезжала туда и обратно и вот перед тем как вот у нас здесь идет вырез еще раз сократить что мы делаем один столбик провязали в галочки второй столбик из галочки и вот у нас два столбика по центру столбик с накидом провязываем вместе вот столбик с накидом и галочка две воздушные петли делаем разворачиваем вязание и еще один столбик и дальше столбик я провязала туда и обратно и вот еще разочек да один столбик мы провязываем в галочке теперь довязываем галочку и один столбик вот у нас галочка предыдущего ряда просто один столбик 3 петли вместе разворачиваем опять вязание вяжем нашу галочку которую у нас здесь есть довязываем дальше вот либо второй вариант еще один вариант галочка у нас здесь есть нужно посмотреть как получается ровнее галочка столбик и еще столбик 3 петли вместе 2 воздушные петли подъема и в центр галочка и дальше вяжем то есть наша задача в каждом рядочке мы из одной галочки вяжем только столбик один из двух столбиков один и за счет этого у нас идет такое вот убавление скос после того как мы связали вырез я при завязала 6 рядов просто прямым узором ниточку отрезала точно так же я сделала со второй половинкой 6 рядов повязать вот у меня 7 ряд теперь нам нужно объединить и вязать уже ровным полотном спинку объединяй можно просто воздушными петлями и потом набрать узор я хочу сделать как обычно галочками вернее колечками 4 воздушные петли и столбик с одним накидом у меня таких должно быть 13 то есть я посчитала сколько я убрала с одной стороны и с другой расстояние между ними плечо плечо и сколько у нас не хватает если сравнивать с самого начала вязания вот сначала помните мы начинали с вами с колечек то есть мы набираем также колечки как в самом начале 4 воздушные петли столбик с одним накидом набираем вот в моем случае 13 и продолжаем вязать такие же галочки вот объединим сколько там надо будет объединять точно так же будем смотрите связали сколько необходимо колечек и продолжаем вязать галочки вяжем ровным полотном спинку 60 сантиметров или 65 это же на ваше усмотрение и получаем жиле то есть вот таким образом в соединении происходить ну конечно колечек должно быть побольше набираем колечки объединяем и вяжем дальше и я хочу ее обвязать и немножко уменьшить сам жиле от вяжется очень просто мы связали перед связали спинку и теперь самая главная задача это описать горловину обычно я обвязывать горловину сбоку или со спинки вот давайте под уменьшим до немножко я буду обвязывать полустолбиками воздушную петельку сделали и полустолбик на полустолбик нужно не в каждый столбик а через то есть немножечко сделать уменьшение у меня ниточка чуть темнее серого цвета то есть я хочу таким чуть более темным тоном сделать обвязку и потом ремешок то есть наша задача не в каждой не в каждое место в колонии а через как бы пропуская провязать полустолбики то есть не чистить а сделать немножко пореже обвязать полустолбиками я думаю два раза сейчас я буду уменьшать а потом один ряд просто вязать по факту по тем столбиком которые у меня есть то есть я пока просто вот так вот вижу такой наборный край по нашим столбиком но делаю не часто а через какие-то расстояния обвязка горловины несложная но интуитивно вы должны смотреть и не бойтесь распускать что-то не получилось сюда можно распустить вот то есть через примерно равные промежутки но не очень часто вяжем полустолбик полустолбик вяжем более темным цветом видно и следующий раз следующий ряд опять ряд полустолбиков немного сокращаем вязание то есть на часто не не вяжем ну и дырочки тоже делать не нужно примерно таким образом всю горловину приспаливаем чуть-чуть второй ряд вяжем еще раз столбики без накида при ней полустолбики и последний ряд столбики без накида пусть я завершаю вязание ну конечно нужно смотреть по голове не измерять какая вам больше нравится может быть вам побольше нравится может быть поменьше здесь у нас войти пошли галочки я вижу между галочек набирая между не в столбик между вот надо посмотреть как получается есть получается слишком большая горловина может быть еще под уменьшить немножко каким образом может быть сделать провязать по галочкам не между и галочки а просто в центре галочек но это обязательно нужно вязать и смотреть как вам делается уменьшение как вам нравится ли не вот то есть он всю горловину обвязываем смотрим делает уменьшение или нет нет как-то пока не наблюдаю что мне уменьшение проходит и сделать чуть меньше то есть реже да допустим провязать что в итоге у меня получилось я связала два полотна обвязала темной полосочкой горловину ширина у меня получилось где-то на размер 50 52 то есть достаточно широкий жилет но опять же кто любит носить такие вот широкие бесформенные вещи это знаете можно на любой размер одеть включая даже 42 вот так вот подужать поясочком который мы тоже будем скоро вязать и все а по сути очень простым узором узор галочки которые мы с вами освоили можно связать из любой пряжи из любых остатков теплый осенний жилет огромное спасибо если вы досмотрели ролик до конца надеюсь видео будет полезным и на осень вы вместе со мной свяжите абсолютно простой теплый жилетик